Тема сегодняшней лекции «Поток вектора напряженности электростатического поля» Терема Гаусса-Астроградского. Что такое поток, вы уже знаете, на математике вам рассказывали. Мы будем поток вектора напряженности Е обозначать греческой буквой Φ. И элементарный поток определим как скалярное произведение вектора напряженности электростатического поля на площадку. Элементарная площадка ДС. Мы ее будем обозначать вектором, который направлен по нормали к этой площадке и численно равен площади. Распишем скалярное произведение через проекцию вектора напряженности на нормаль ЕН. Он будет равен модулю умножить на косинус альфа, где альфа – это кратчайший угол между положительными направлениями. Не вот этот угол, а угол между положительными направлениями векторов Е и ДС. Поскольку здесь угол у нас тупой, то проекция вектора Е будет отрицательна на направлении нормали. Запишем и в одном виде через нормальную проекцию вектора Е и через косинус альфа. Если мы захотим посчитать поток через произвольную поверхность, то мы должны будем просуммировать все элементарные магнитные потоки. Особое место занимает замкнутая поверхность при изучении электростатики. Замкнутая поверхность, следует помнить, что поверхность – это двумерный объект, в отличие от контура линии, который является одномерным объектом. Замкнутая поверхность мы определяем на примере. Это такая поверхность, внутри которой можно посадить муху, и она не сможет оттуда вылететь. То есть, скажем, сфера – это замкнутая поверхность, а круг плоский – это поверхность, но не замкнутая поверхность. Если у нас в расчетах надо будет определить поток вектора через замкнутую поверхность, то сам факт замкнутой поверхности будем обозначать кружочком, отражать кружочком. Рассчитаем поток вектора напряженности, создаваемым точечным зарядом, расположенным в центре сферы радиусом r. Здесь избраны силовые линии поля, которые состоят точечный заряд. И поток по определению будет равен интегралу по замкнутой поверхности сферы от напряженности e умножить на ds. e – это величина напряженности поля на нашей поверхности, через которую мы считаем поток. Выделим элементарную площадку ds и проведем нормаль. Поскольку нормаль можно провести к площадке в разных направлениях, то мы будем здесь всегда писать наружную нормаль. То есть нормаль, которая направлена за пределы замкнутой поверхности. Мы выделим площадку там, где у нас уже нарисована силовая линия напряженности e. Поскольку два вектора e и ds у нас направлены вдоль радиуса вектора, начинающегося в центре сферы, то косинус будет равен единице, косинус нуля градусов. Поскольку у нас все точки сферы находятся на одинаковом расстоянии от заряда, очевидно, напряженность поля будет одинакова во всех точках сферы. И константу можно вынести из-под знака интеграла, и у нас останется под интегралом только ds. Смысл интеграла с кружочком по поверхности s – вот ds такой. Мы разбили всю поверхность сферы на маленькие элементарные площадочки ds. Потом мы все площади этих площадочек сложили и получили площадь чего? Мы получили площадь сферы 4πr², которую мы здесь и списали. Поскольку точечный заряд создает напряженность поля на расстоянии r, определяемые формулой, которая здесь написана, то мы можем подставить это значение напряженности в наш интеграл. При этом у нас 4πr² будет стоять как в числителе, так и в знаменателе, и они сократятся. Получится, что поток напряженности, вектор напряженности через замкнутую поверхность в центре, в которой находится точечный заряд, будет определяться вот такой формулой. Теорему Гаусса, в справедливости которой мы убедились на примере потока точечного заряда, можно использовать для любой поверхности. То, что мы проделали, это мы не доказали теорему Гаусса, а мы убедились в том, что мы живем в трехмерном пространстве, где можно использовать такую теорему. В лекциях Фейминах теорема Гаусса-Остроградского называется просто законом Гаусса. А законы, как известно, не доказываются. Рассмотрим замкнутую поверхность произвольной конфигурации, такую, что силовые линии могут пронизывать эту поверхность в нескольких местах, входя внутрь и выходя обратно наружу. Заряд Ко находится внутри этой поверхности. Оказывается, что для произвольной конфигурации поверхности замкнутой поток вектора напряженности электростатического поля, создаваемый зарядами, находящимися внутри этой поверхности, тоже можно рассчитать по теореме Гаусса. Поток этот будет равен заряду, или если есть там несколько зарядов, алгебраической сумме зарядов, деленной на электрическую константу ε с ноликом. Вот в этом, собственно говоря, и есть суть этой самой теоремы Гаусса. Теорема Гаусса формулируется очень просто. Это поток вектора напряженности поля через любую замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, находящихся внутри этой поверхности. Если вы смотрите этот ролик в рамках теста по теореме Гаусса Астроградского, то по рисунку, изображенному здесь, вам надо ответить на несколько вопросов этого теста. Рассматривается поток вектора Φ1 через сферу радиусом r и поток Φ2 радиусом r2. Сферы концентрические, и в центре находится положительный заряд Q. Найдите вопросы, относящиеся к этому рисунку, и ответьте на них. Рассмотрим пример использования теоремы Гаусса для расчета напряженности электростатического поля в простейших симметричных случаях. Первый пример – расчет поля, создаваемого бесконечной плоскостью, равномерно заряженной, с поверхностной плотностью σ. Эта поверхностная плотность определяется как заряд, приходящийся на единицу площади. То есть на всей бесконечной площади находится бесконечно большой заряд. И поставим такую задачу – рассчитать напряженность поля на расстоянии А от этой плоскости. Расстояние, конечно, будем измерять по перпендикуляру к этой плоскости. Первый вопрос ставится такой – куда направлена напряженность поля, создаваемого всеми положительными зарядами, равномерно распределенными по плоскости? А теперь один вопрос – один только перпендикулярно плоскости. Если бы он был направлен направо, вектор напряженности, то возникал бы недоуменный вопрос – почему не налево? Второй вопрос, который можно здесь поставить – это вопрос о величине напряженности с противоположной стороны. Очевидно, внизу на расстоянии А поле тоже будет направлено по перпендикуляру от плюса. И, наверное, напряженность поля снаружи, сверху от плоскости и снизу от плоскости на одинаковом расстоянии, не будет одинаково по модулю. Для использования дерева Гаусса дополним эти две поверхности, которые находятся на расстоянии А от плоскости и параллельно ей. В боковой поверхности у нас образуется фигура, образующая цилиндр. И можно записать для поверхности всего этого цилиндра, включая основание и крышку, терема Гаусса, поток вектора напряженности через замкнутую поверхность, будет равен суммарному заряду, находящемуся внутри сферы, деленному на электрическую константу. Сначала посчитаем левую часть теремы Гаусса, представив интеграл по замкнутой поверхности, и введя суммы двух, даже трех интегралов. Первый интеграл у нас будет по боковой поверхности, а еще два интеграла, которые мы объединим, написав двойку перед ним, будет равен произведению Е умножить на ДС, которые у нас коллинеарные, как внизу, на нижнем основании, так и наверху, на верхней крышке. А на боковой поверхности поток, в силу того, что у нас вектор Е будет перпендикулярен напряженности, будет перпендикулярен нормали к поверхности, поток будет равен нулю через всю боковую поверхность. И от левой части у нас остается, после вынесения напряженности за знак интеграла, такая величина. 2Е умножить на интеграл боковой поверхности. По площади основания. Буквой С обозначим площадь нижнего основания верхней крышки и заштрихованной площадочки, которая у нас вырезана нашим цилиндром на заряженной поверхности. То есть заряд, находящийся на заштрихованном участке плоскости, оказались внутри замкнутой поверхности, внутри нашего цилиндра. В правой части у нас будет находиться суммарный заряд, который мы определим как произведение сигма на площадь основания С с ноликом, деленное на электрическую константу. Ну и приравняв левую часть ремы Гаусса к правой, выразим напряженность поля. Она будет равна сигма, деленное на 2 Эпсилон с ноликом. Это выражение не надо запоминать, это выражение надо уметь получать на экзамене, если будет задан вопрос, то формула, если вы напишите, она никому не нужна. Нужен весь план действий, который здесь рассмотрим. Еще один тестовый вопрос теперь про поле, создаваемое бесконечно равномерно заряженной плоскостью. Во сколько раз напряженность поля Е1 на расстоянии А от этой плоскости больше, чем напряженность поля Е2 на расстоянии в 2 раза больше 2А? Найдите такой вопрос в тестах и ответьте на него. Второй пример, который мы сегодня рассмотрим, расчет поля равномерно заряженной сферы с помощью теоремы Гаусса. Заряд на поверхности сферы распределен равномерно. Радиус сферы обозначен буквой R, а суммарный заряд буквой Q. Точку 1 рассмотрим внутри сферы. Для того, чтобы использовать теорему Гаусса, которую мы здесь сейчас и запишем, вы должны выбрать площадку DS, такую, чтобы нам удобно было посчитать этот интеграл. Из соображений симметрии выбираем в качестве поверхности для интегрирования сферу радиусом r малая. Это удобно в связи с тем, что напряженность поля направлена вдоль радиус-вектора. Как в первых рядах подсказывают, от плюса. Можно быть и не от центра, но это совершенно не принципиально. Главное, что вдоль радиус-вектора. Внутри поверхности отсутствуют заряды. Все заряды находятся на поверхности большой сферы. Поэтому правая часть равна нулю. И этот интеграл может быть равен нулю только в том, в том случае, если напряженность E1 на поверхности этой сферы будет равна нулю. Ну и вторая часть задачи – расчет поля снаружи сферы в точке 2. В том месте, где радиус-вектор r малая, проведенный из центра сферы в точку 2, будет больше радиуса самой сферы. Из тех же самых соображений напряженность поля E2 будет направлена вдоль радиуса-вектора. Удобно выбрать в качестве интегрирования поверхность в виде сферы. И теорема Гаусса запишется таким образом. Заряд Q, который находился на поверхности сферы радиуса мр малая, которая нам дана, весь оказался внутри нашей воображаемой сферы радиуса мр малая. Поэтому в правой части мы ставим суммарный заряд Q, деленный на электрическую константу. Вектора E2 и Ds коллинеарны, поэтому можно опустить модули. Поскольку E2 везде одинаково можно вынести за знак интеграла, останется только интеграл под Ds. Обведенный прямоугольной скобочкой интеграл, очевидно, равен площади сферы. Поэтому берем E2 и умножаем на площадь поверхности сферы 4πr малая в квадрате. Правая часть нам известна. И приравнивая левую часть теоремы Гаусса к правой, получаем E2. Такое выражение. Q разделить на 4π ε с ноликом делен на r квадрат. На что похоже это выражение? Правильно. Это выражение совпадает с выражением поля. Для точечного заряда величиной Q, находящегося в центре сферы. Можно построить график зависимости модуля напряженности поля внутри и за пределами равномерно заряженной сферы радиусом r. Внутри поле будет равно 0, а снаружи напряженность поля будет спадать по закону 1 на r квадрат. На поверхности сферы при r малом равном r большое функция претерпевает разрыв. Если мы приближаемся к этому разрыву справа, то напряженность поля на поверхности снаружи оказывается равна курс делить на 4π ε с ноликом r большое в квадрате, где r большое это радиус сферы. Сравним результаты, которые получаются у нас при расчете напряженности поля вблизи сферической поверхности при приближении к ней снаружи, когда r малое стремится к r большому плюс 0. В этом случае у нас, если ввести сюда в рассмотрение величину σ, поверхностную плотность зарядов, то выражение будет записано в очень простом виде σ разделить на ε с ноликом. То есть напряженность вблизи сферы, если мы находимся на ее поверхности снаружи, будет равна σ на ε с ноликом, где ε с ноликом это электрическая константа. Вспомним формулу, которую мы получали для напряженности поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью. Вот у нас эта формула здесь обведена красной рамочкой. Если напряженность поля создавалась бесконечной равномерно заряженной плоскостью, то вблизи поверхности мы считали, что напряженность поля равна σ на 2 ε с ноликом. Если мы рассматриваем сферическую поверхность вблизи поверхности, то напряженность оказывается в два раза большую. В тесте по этой теме вам надо найти этот вопрос и ответить на него. И последний пример, который мы сегодня рассмотрим, это поле, создаваемое бесконечной равномерно заряженной нитью. И зададимся вопросом, как рассчитать напряженность поля на каком-то расстоянии А от поверхности этого, от этой нити. Запишем теорему Гаусса, потому что задача у нас стоит рассчитать с помощью теоремы Гаусса это напряженность поля. Заряды, которые стоят в правой части, должны находиться внутри замкнутой поверхности s, которую мы теперь должны придумать. Такую, чтобы нам легко было посчитать этот интеграл слева. Заряды мы будем учитывать. Сумма зарядов стоит в правой части только те, которые находятся внутри поверхности, потому что заряды, находящиеся снаружи поверхности, будут создавать поле, которое будет силовые линии, которые будут входить в водоповерхность и выходить из нее, давая суммарный вклад в поток, равный нулю. Заряды будем характеризовать линейной плотностью λ, которая по определению равна заряду, приходящемуся на единицу длины L. И воспользуемся тем свойством, что у нас осевая асимметрия здесь позволяет сразу выбрать поверхность очень легко в виде боковой поверхности цилиндра, ось которого совпадает с нашей заряженной нитью. На боковой поверхности цилиндра напряженность везде будет направлена вдоль радиус-векторов, проведенных из нити. И по модулю на боковой поверхности цилиндра напряженность будет везде одинакова. Ограничим цилиндр левым основанием и правым основанием и запишем для цилиндра, для потока через замкнутую поверхность цилиндра терем Гаусса, представив интеграл по замкнутой поверхности в виде суммы трех интегралов. Первый интеграл по боковой поверхности е умножить на 2, уже без векторов, это вопрос из теста, почему мы здесь не ставим вектора и почему это правильно. И второй, и добавляются еще два слагаемых, которые, в общем-то, равны нулю. Поток через боковые, через левое и правое основания отсутствует, потому что он равен нулю. Вопрос в тесте тоже надо объяснить, почему поток через боковые поверхности, через левое и правое основания здесь равен нулю. Поскольку е на поверхности цилиндра боковой равно константе мы его выносим за знак интеграла и получаем, что левая часть превращается у нас в произведение модуля напряженности поля умножить на площадь боковой поверхности цилиндра. Ну вот из первого ряда уже подсказывают формулу для боковой поверхности цилиндра 2π умножить на h, где введем длину образующую этого цилиндра, обозначив ее буквой h. А в правой части у нас стоит сумма зарядов, которые попали внутрь этого цилиндра. Поэтому мы здесь можем написать выразив заряд, попавший на отрезок нити длиной h через лямбда умножить на h. Левая часть у нас будет равна е умножить на боковой поверхности цилиндра, h сократится, и отсюда можно найти, чему равна напряженность. Она будет равна лямбда 2π ε с ноликом деленная на а. Вот этот ответ, который запоминать ни в коем случае не надо. Если помните, на первом занятии мы считали долг, задачу, расчета с помощью принципа суперпозицию и получили точно такую же формулу, можете сравнить.